Слава Тебе Слава Тебе Иисус Иисус Слава Тебе Слава Тебе Слава Тебе Иисус Ты подарил мне радость Ты подарил мне жизнь Тебя, Иисус, я славлю За то, что искупил Ты подарил мне счастье Ты подарил мне мир Своей святою кровью Мои грехи я был Слава Тебе Слава Тебе Слава Тебе Иисус Слава Тебе Слава Тебе Слава Тебе Слава Тебе Иисус Слава Тебе 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 Иисус Слава Тебе Иисус Слава Тебе Слава Тебе Слава Тебе Слава Тебе Иисус Слава Тебе, Слава Тебе, Слава Тебе, Иисус, Слава Тебе, Слава Тебе, Слава Тебе, Слава Тебе, Иисус. Субтитры подогнал «Симон» 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 Очень бы скучно было без них И все проблемы у нас связаны с ними, как ни странно Но вот так интересно устроена жизнь По-моему, у них тоже все проблемы связаны с нами Поэтому Бог говорит, ребята, нам нужно научиться жить дружно Нам нужно понять, для чего вообще Бог творил женщину и мужчину Написано, мужчину и женщину сотворил их Вы знаете, что такое правда? Когда ты мыслишь о себе заниженно, это есть неправда Это то, что тебя делает ничтоженным Когда ты мыслишь о себе завышенно, это тоже не дает тебе возможности развиваться Но когда ты оцениваешь себя по тому, как ты сотворен и кто ты есть И для чего тебя призвал Бог У тебя на самом деле есть сила И Бог на твоей стороне Амин Я сколько, вы знаете, последнее время ездию и провожу женские служения И чем больше я читаю бытие, тем я вообще удивляюсь В каждом там слове есть откровение Вы знаете, что это на самом деле многовековая вражда Она закончится в этом веке Бог поднимает церковь, сильную, мудрую церковь, которую врата ада не одолеют Это люди, которые знают правду о себе, правду о дьяволе, которые вооружены и знают, для чего призвал Бог И поймите, мы как женщины способны на великие вещи Амин Знаете, я рассуждала, откуда пришла эта вражда между мужчиной и женщиной Это произошло, как произошло грехопадение Когда произошло непослушание Знаете, грех пришел Грех сеет вражду Грех до сих пор сеет вражду Между друзьями, между мужем и женой Между церквами Вообще в обществах, везде Грех это то, что разрушает отношения добрые Но, когда приходит истина Божья Она делает нас свободными от этого греха И мы начинаем воспринимать человека таким, какой он есть И мы обладаем великой силой Понимаете, что делает дьявол? Есть такой принцип Человека, которого уничижают постоянно У него вырабатывается комплекс неполноценности И таким образом Это, знаете, это можно рассматривать Как индивидуально в личности человека Нацию можно смотреть И вообще весь земный шар И отношения мужчин и женщин Это относится как раз к этой же области И понимаете, когда было уничижение постоянно женщины Ну, тебя втаптывает, втаптывает твое достоинство Ты с этим не согласишься И, может быть, внешне ты будешь подавленной Но внутренне ты будешь очень агрессивной Поэтому сейчас так много женщин, которые очень агрессивны Ты выходишь замуж И тебе еще не надо даже ругаться А ты уже ругаешься Ты уже чего доказываешь мужу своему Вы знаете, откуда это? Это от того, что было уничижение Тысячелетия, когда женщина уничижалась И женщина где-то подсознательно выработалась Доказать мужчине, что она не глупее его Тебе не нужно доказывать Ты на самом деле не глупее его Амин Тебе нравится это? Но это не дает тебе права гордиться Это дает тебе право быть достойной женщиной Которую сотворил Бог Не нужно доказывать никому Что ты не верблюд Что ты вот женщина Если ты женщина достойная Всем это очевидно Это неплохо Знаете, иногда люди говорят Ой, я так жалею Я слышала, что вот я женщина родилась А я никогда не жалею Женщины так круто Если у тебя мозги на месте Дух Святой тебе уже их поставил Если Он изменил мышление твое Мы способны на большие вещи Мы, знаете Женщине принадлежит мудрость И помните там, как написано Что премудрость Когда она взывает к разуму человеческому Там она говорит Я была художницей Я танцевала перед лицом Бога Вы поймаете, кто такая женщина Она вдохновляла Мудрость вдохновляла Бога к творчеству Так мы, как женщины Можем вдохновлять своих мужей к творчеству А не то, чтобы их уничижать В чем зло, когда тебя уничижают Когда тебя давили Когда ты поднимаешься Ты будешь обязательно давить кого-то Это закон Понимаете, это цепная реакция Поэтому, когда мы начинаем мыслить о себе по-другому Что нам не нужно ничего доказывать Бог сотворил женщину быть помощником Амин И понимаете, это не унизительно Бог не творил женщину быть второго сорта Запомните это Это истина Я понимаю, знаете, я много проповел на Украине Кто слушает, некоторые мужчины аж так им не по себе Это истина Божия Кому по себе или не по себе Нравится тебе быть помощником, не нравится Но истина Божия, что ты помощник Бог тебя так сотворил И если Он сотворил быть нас помощником Значит, Он вложил в нас весь этот потенциал Быть помощником Амин Давайте прочитаем в бытие Вы посмотрите Ну, я думаю, у нас там некоторые проблемы возникали Но сейчас все меняется Потихоньку, потихоньку меняется Вы знаете, религиозное представление о мужчине и женщине Оно всегда бытовало Человек даже не был в церкви А мыслит именно так Но посмотрите, что говорит Слово Божье В бытие И сказал, это первая глава Потрясающие вещи И сказал Бог Сотворим человека по образу нашему По подобию нашему И да владычествует над птицами небесными Над скотом, над всей землей И над всеми гадами присмыкающимся по земле И дальше, 27 стих И сотворил Бог человека по образу своему По образу Божию сотворил его Кто такой человек? Мужчину и женщину сотворил их Вы понимаете, и дальше И благословил их Бог И сказал им Бог Плодитесь, размножайтесь Наполняйте землю Обладайте ею И владычествуйте над рыбами морскими Над птицами небесными Над всяким животным Присмыкающимся по земле То есть, когда Бог творил Он равно дал власть и мужчине, и женщине Но разница заключалась в том Что когда Бог сотворил мужчину Знаете, два человека равных до конца не могут быть Они могут быть по власти равны Но существует иерархия Как у Бога Бог является как главою Иисус, написано, был послушен И он, знаете, и он не считал это за унижение Быть послушным Отцу Он считал за честь И когда написано, он был послушен То что произошло? Бог превознес его имя Превыше всех имен Бог сказал, что перед этим именем Преклонится всякое колено Вот какая сила в послушании Иисус, он был как помощник Он являлся помощником своего Отца И потом, когда Бог творил Бог премудрый Бог И когда Он сотворил Адама и Еву То Он сказал Адам, у тебя профессия быть главою А у тебя, жена Быть профессия быть помощником И знаете, в чем проблема? Проблема в том, что иногда мы не понимаем роль помощника Вот знаете, вот человек так интересный устал Я искренне скажу Сколько раз я себя ловила на этом Когда ты помогаешь Ты все делаешь Знаете, помощник это Это генератор идеи Он дает идею тому, кому он помогает Рядом стоит Он может делать все И знаете, когда где-то поднимается такое Думаешь, а что? Помогаю, помогаю Да я и сам могу все Вот знаете, этот синдром Вот этот дьявол Дьявол Однажды, когда он находился там еще на небесах И он там поклонялся Херувим осеняющим И у него переклинило Он был помощником И где-то переклинило Думает, а что я? Я такой же равный Я поставлю свой престол на уровне И что произошло? Он был низвержен с небес Амин Поэтому, когда мы говорим о помощнике Вы знаете, мы должны понимать К чему Бог нас призвал Быть помощником Запомни, я не знаю Есть это в твоем сознании или нет Но у меня всегда это было Меня как-то это мучило Что это как будто унизительно Но быть помощником Это не унизительно И плюс Когда ты помогаешь Никогда не забывай Что ты являешься помощником Вы понимаете Как ни странно происходит Ну и вот Я сейчас чуть вернусь Мы видим Истина о нас Что Бог Когда творил Он написано Сотворил мужчину и женщину Равными Равными Как человека То есть Если, например У тебя профессия Быть президентом А я являюсь твоим помощником Это не значит Что я не человек Согласитесь? Ты человек Просто у каждого Своя профессия Вот чтобы нам понять Понять не было Что если я жена Как помощник Это не значит Меня это что-то унижает Это напротив Я должна сдать экзамен Как на помощника Состоялась ли я И знаете Когда мы говорим Говоря о мужчинах Как о главе То знаете Кому много дано С того много и спросится Поймите Что придет время Когда каждый из нас Даст отчет перед Богом Что мы делали И Бог не будет тебя спрашивать За твоего мужа Бог спросит за тебя Была ли ты тем помощником Который Бог сотворил тебя И точно так же Бог спросит мужчин Вы не думайте С мужчин спросится еще больше Потому что кому больше дано С того больше и спросится И не надо думать Знаете вот что нас останавливает Как я вот здесь помогаю Помогаю А этот лох Ничего с ним не происходит И я подчиняться ему должен Да ты даже не ему подчиняешься Ты подчиняешься Богу Правильное мышление Освобождает нас От неправильных действий И плюс последнее откровение Запомни Мы на земле Живем временно Тебе твой муж Дан только на время Вы понимаете На время В вечности Ты с ним не будешь Не переживай Нет Потому что человек Когда подумает Боже Если подумаешь Еще и в вечности Так у тебя и веры не хватит А подумай только Только на земле Только на земле Тебе нужно сдать экзамен На твою верность Как помощника И сразу становится легче Согласитесь Сразу Как будто половина Ноши С тебя сваливается Все Семья Подчиняется ему Ты научилась Подчиняться Богу И тогда Мы можем Как святые Женщины Участвовать В браке Акции Мы будем Той церковью Которую Бог Поднимает Амин Поэтому Тебе так Вообще Уже нравится Все-таки Подчиняться Я думаю Что знаете Потихоньку Потихоньку У нас будет Что-то меняться В наших мозгах Мало Помалу И потом Знаете Я просто Знаю по себе Как Бог Ломал Ломал А потом Где-то Пришло Такое Страстное Желание В конце концов Подчиняться Вы знаете Что само С собой Подчинение Оно Зиждется Не на рабстве Не позволяй Никому Подчинять Себя Бог Это не заповедовал Бог Просто Сказал Женам Жены Повинуйтесь Своим Мужьям Это Бог Сказал Нам Поэтому Когда Тебя Муж Подчиняет Он Не имеет Никакого Морального Права Точно Так же Как Каждый Из нас Не имеет Никакого Морального Права Требовать Чтобы Муж Нас Любил Бог Им Сказал И Бог Его Спросит Как Он Любил Тебя Был Ли Суров Или Нет Вы знаете Каждый Будет давать Отчет За себя Амин Поэтому Подчинение Это Свобода Это Мое Решение Я Решаю Вот Быть Мне Послушным Богу Или Нет И Знаете И Никто Из Людей Не Может Заставить Нас Это Сделать Ну Хоть Ты Тысячу Раз Говори Человеку Бесполезно Если Решения В сердце Нет Согласитесь Нас Никто Не Заставит Нет Ни Одной Силы Во Вселенной Которая Могла Бы Нам Это Сделать Но Единственное Наша Любовь К Богу Если Люблю Бога Я Иду На Перемены Если Я Люблю Бога Знаете Того Кого Ты Любишь Тебе Хочется Просто Ну Как То Нравится С Лучшей Стороны Чтобы Он Тебя Всегда Видел Согласитесь Это В жизни Если Я Я Помню Знаете Особенно По молодости Только Встречаешься И Если Ты Так Любишь Человека Как Тебе Хочется Всегда Лучше Быть Ты Никогда Не Покажешь Никакой Своей Слабой Стороны Сохрани Бог И Знаете Любовь Она Она Жертвенна Любовь Она Стремится Любовь Она Не Ищет Свою Она Стремится Как Угодить Как Сделать Как Послужить Ведь Закон Приходит Когда Когда Заканчивается Любовь Когда Приходят Требования Это Мужские А это Женские Обязанности Когда Когда Любовь Начинает Проходить Тогда Мы Начинаем Требовать И Говорить Вот Это Муж Твоя Обязанность Вот Это Твоя Обязанность Вот Это Твоя Обязанность Дальше Смотрите Если Мы Сотворены Быть Равными Значит Нам нужно уйти от старого мышления. Запомни, муж ничего тебе не должен. Амин. Смотрите так, думаете, как не должен. Деньги должен зарабатывать. Но я вам скажу, он на самом деле ничего не должен. Вы понимаете, если мы помощники, вы начните думать, вы будете потрясаться, как Бог устроил. Мы увидим в 31 главе притч, там как раз говорится, о настоящей женщине, которая является помощником. И если твой муж не может заработать деньги, ты как помощник, помоги. Помоги заработать. Если мы претендуем на равенство, то знаете, это равенство должно быть во всем. Амин. Если нам дана одинаковая власть в духе двигаться, значит мы точно так же можем двигаться и во плоти. Но где-то, где издревле пришло, что муж женится, да, мужчина женится, и знаете, какое-то мышление, как будто он берет жену, инвалидку. Инвалид. И вот он должен ее кормить, одевать, она требует, требует, ты такой-сякой. Знаете, это старое мышление. Я не знаю, откуда оно пришло, но время, знаете, ну может быть раньше так было. Да, и рождали по 10, по 12 детей. Но сейчас никто так не рождает. И знаете, если мы претендуем на то, чтобы быть равным, и в конце концов понимаем, что мы должны быть помощниками, помощник это тот, на который можно опереться. Помощник это не тот человек, который выставляет требования. Вы понимаете? Вот что такое помощник? Вот где-то же у нас в мозгах все перепутано, все наоборот. Муж как бы должен требования-то выставлять. Ну начальник обычно, подчиненным, требования выставляет. А мы, понимаете, как интересно, выходим замуж, как будто бы замуж за него, да? А становимся главными. Перепутали. И мы начинаем требовать, все эти требования. Ты не можешь денег заработать, ты не можешь что-то сделать, ты не можешь что-то сделать. Да ты, руки не тем концом, кто вам прислал. Да у тебя то. Ну если у тебя все нормально. Знаете, даже какая проблема? Ну ладно, это уже мелочи жизни. Ну и то. Может уже здесь кто повзрослел, знаете, эти вещи прошли. А начинающих, вот у нас браки начинающие, это все проходят одним путем. Знаете, требования, требования, требования. Мы должны возненавидеть эти требования в себе. Нам муж ничем не обязан, абсолютно. Мы, поставленные рядом, быть помощником для него. И там, где он что-то не может, мы должны помочь, чтобы он состоялся как личность. Но, но, знаете, это сложно. Этот путь очень сложный. Иногда набираешься, знаете, духа. Я помню, как я наберусь духа. Ну, все, буду служить, знаете, делаешь, делаешь, месяц, второй, третий, на четвертый. Да что я? Не, ну, а что я вообще? И вы знаете, и начинаешь сам с собой разговаривать. Ну, что ты, нанялся, что ли? Нет, ты не нанялся. Естественно, если ты как наемник, как раб, у тебя всю жизнь будут проблемы. Но, когда ты начинаешь мыслить, как свободный, ты говоришь себе, когда у тебя усталость приходит, и такой голос, смотри, что ты нанялась? А ты говоришь, я не нанималась. Я добровольно избрала послушание. Я добровольно для себя избрала повиновение. Поэтому все нормально. Это добровольный акт. Вы знаете, все, что мы делаем добровольно, мы чувствуем себя удовлетворенно. Согласитесь, рабство, оно делает нас ничтожными. И в бытие, так интересно, откуда пришло это рабство? Когда произошло грехопадение, не знаю, я так дерзаю, но это такие интересные вещи. Я думаю, что это рабство закончится. Я верю, что это откровение от Господа. Потому что здесь так написано. Пока Адам и Ева были равны, как Адам увидел Еву, все, он забыл про все, что ему Бог говорил, он просто, смотрите, что он сказал во второй главе, и сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Ну, просто заговорил так. Она будет называться женой, ибо взята от мужа. И дальше 24 стих говорит. Интересно. Как будто бы жена взята от него, но дальше написано. потому оставит человек отца и мать свою, и прилепится к жене своей, и будет двое, одна плоть. И когда Адам увидел Еву, он на самом деле прилепился к ней. Это все, это кость от костей моих. Кажется, кость должна была лепиться. Нет, он весь к ней прилепился. Это было нормально. Но что произошло? Когда Ева вкусила, змей соблазнил, и они вкусили плод, то смотрите, как уже Адам заговорил. И Адам сказал, когда Бог спросил, Адам, что за проблема? Откуда ты узнал, что ты наг? Он говорит, Адам сказал, жена, которую ты мне дал, понимаешь, Бог, у тебя проблемы. Ты мне ее дал. Вот она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене, что ты это сделала? Жена сказала, змея больстил меня, и я ела. Видите, жена все-таки, согласитесь, как-то помудрее, она не обвинила Бога. Поэтому, поэтому Бог сказал, в последние дни я сотворю нечто новое. Я возьму женщину. Все-таки она не упрекнула, она просто сказала, змей, она бы сказала, Бог, змей, который там в начале главы пишет, змей был хитрее всех. Сказал, змей, которого ты сотворил, хитрее всех. Вот он пришел и обольстил меня. Но она так не сказала. Адам только упрекнул. Адам сразу, божество, он же главой был сотворен. И вот он сразу говорит, ты виноват, Бог. И дальше, Бог говорит, да, дела плохи, ребята, у вас. И так, проклятие, которое пришло в судьбу мужчины и женщины. Когда мы говорим о спасенной Латвии, о проклятии, которое должно быть разрушено на нашей земле. Вы знаете, это придет, когда проклятие, которым проклял Бог, когда человек возвращается к Богу, Бог снимает это проклятие. И смотрите, жена, жене сказал, Бог, когда проклял, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему в лечение твое, и он будет господствовать над тобой. Вы понимаете, где появилось господство? До этого они были равны. Это был помощник, соответственный ему. Знаете, когда у тебя есть соответственный тебе помощник, ты его ценишь, ты не господствуешь. Господство – это то, что пришло с грехом, это рабство. И представьте, откуда, я рассуждала, у меня просто озарение пришло, откуда пришло, представь, у тебя влечение к мужу, а он господствует. Ты все понимаешь. Сколько в семьях проблем, когда все поднимается, думаешь, ну все, я вот так, все, хватит, а что я ему буду, что я ему буду услуживать? Обойдется, все. А он ходит такой, на тебя внимания не обращает. И ты в своей этой гордости, и все, он господствует на тобой, и все равно чувствуешь, и опять влечение к нему. И многие женщины, не понимая, начинают ненавидеть себя. Вот, я слабый характер, надо было мне ему, ну, все-таки вот здесь, вот, не уступить, не уступить. Вы знаете, это проклятие, которое работает в нашей жизни, и оно делает нас ничтожными рабами. Но, когда пришел Иисус, то знаете, там написано, уже в послании, Павел говорит, муж невласти над своим телом, равная жена. Вы чувствуете, что когда мы приходим к Богу, заканчивается это проклятие. Приходит то соответствие, которое было до грехопадения. То, когда Бог сотворил соответственных друг другу. То, когда у человека был свободный выбор. Когда ты добровольно решала и понимала свое предназначение, и могла просто повиноваться. Сейчас приходит это время, когда мы во Христе. Почему и написано? Вы говорите, то же самое возвращается. Когда мы во Христе. Написано, во Христе нет ни мужчины, ни женщины. А мы? Во Христе. Когда мы в нем, вы знаете, приходит гармония Божья. Уходит. Там, во-первых, приходит любовь. А когда любовь, любовь не ищет своего. Любовь никогда не говорит, ты мне должен, то, то обязан. А тот говорит, ты то, то должен. Нет. Любовь – это то, когда люди служат друг другу. И поэтому потом в посланиях мы много читаем, что никто не поступает и по любопрению, и лечеславию, но каждый почитай ближнего выше себя. Вот это и есть закон Божий. Это то, как Бог сотворил. И что сделал грех? Грех разрушил. И это проклятие, оно господствует в этом мире. И дальше, посмотрите, почему, откуда появилась такая пословица, если там мужчина говорит, если тебя жена говорит, сделай наоборот. Вот существует такое. Знаете, откуда? Здесь как раз Слово Божие раскрывает нам это, откуда это пришло. И дальше, Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей, и ела дерево, от которым я заповедовал тебе, сказав, не ешь. Я думаю, вот с того времени Адам так и говорил, никогда не слушай жену свою. Никогда не слушай. Знаете, на самом деле, когда мудрости Божьей в жизни нашей нету, когда грех в нашей жизни, когда амбиции в нашей жизни, это разумно не слушать. Но, когда мы во Христе, когда Божьи законы становятся нашими законами, то знаете, что тот же Бог сказал Аврааму, слушай, что скажет тебе жена твоя, Сара. Амин. Вы представляете, как все меняется. Откуда пришло проклятие? Но приходит время, когда это проклятие разрушается. Истина, она делает нас свободными. И мы начинаем себя чувствовать не заложниками, не то, что вот мы такие несчастные здесь женщины. И вот мужчины там нас уничижают, а мы боремся за свое выживание. Нет. Нам нужно понять, что если я, как женщина, я должна помочь человеку, с которым я стою рядом. Точно так же все, все, что мы сеем, мы пожинаем в своей жизни. Если ты оказываешь великодушие и любовь, придет время, когда ты будешь так нуждаться в этой же поддержке. И все, что ты села, ты пожнешь. И знаете, когда мы не понимали эти вещи, наши жизни разрушались. Дьявол господствовал в нашей жизни. Но пришло время, Бог разрушит это проклятие. Закончится господство, рабство закончится. Придет то время, когда каждый из нас будет подчинение для себя считать как награду. Как награду. Вы знаете, я сейчас просматриваю, сколько в своей жизни и думаю, Бог, как много ты сделал. Иногда мои дочери удивляются, говорят, мама, как ты так реагируешь? Я говорю, дочь, 10 лет назад я так не реагировала. Ох, как я подреагировала. А сейчас я смотрю и думаю, ну зачем нервы тратить? Вообще, в конце концов, научись принимать мужчину как мужчину. Он просто мужчина. И все. Мы, мы хотим в своей жизни изменить мужчин. Мы-то их воспринимаем, как мы можем? Как себя. И поэтому мы с них требуем точно, как мы требуем себя. А они по-другому устроены. И та же проблема у мужчин. они требуют с нас, как они требовали бы с себя. И таким образом у нас рождается только непонимание. И когда вот как-то, знаете, читали Библию, вот читаешь даже Библию, и вот мне иногда кажется, вот мужу кажется, что у меня что-то с логикой. А мне кажется, вот у него с логикой что-то. Вот сидим рассуждаем один, два, три, четыре, десять. Я говорю, ты что, логика у тебя нарушается? А он смотрит на тебя и говорит, у тебя что ли с логикой нет? Ты посмотри, раз, два, три. И знаете, вот сидишь, я помню, такие моменты, уже не ругаешься, не слово Божье отбираешь. И чувствуешь, что логика теряется. Я вот сижу и думаю, ну неужели он не понимает? Вот искренне. Потом, ну уже мудрости набралось, замолчишь. Ну естественно, я остаюсь при своем. В принципе. И он при своем остается. И в этом-то и мудрость заключается не менять его. Ты его не изменишь. Он так мыслит. Мужчины мыслят глобально, а женщины локально. И вот представляете, вот один и тот же стих. Вот и сказать, что у того логики нет или у того, все нормально. И просто ты вот сидишь локально мыслишь и думаешь, это вот так. А вот сидишь глобально мыслишь и ты думаешь, ну при чем здесь? Здесь же говорится вот об этом, а он вот туда идет. А он вот так уйдет там и думает, там же говорится об этом, куда же ты вот под своим носом видишь только. И когда мы начинаем понимать, что нужно друг друга воспринимать такие, какие мы есть, мужчина и женщина сотворил их. Вы знаете, в единстве есть сила. Бог разделил человека на мужчину и женщину. И потом он сказал, двое станут одно. То есть, когда они в единстве, они обладают великим потенциалом. То, чего не достает женщине, есть мужчине. И напротив. Но, какое безумие? Дьявол обманывает, дьявол накручивает, сеет вражду. И люди, которые могли бы быть сильными вместе, помогать друг другу, они отчаянно воюют друг с другом. Это же безумие. Люди, которые не могут жить друг без друга, и знаете, место, семья, это место, которое Бог приготовил, чтобы мы имели там, знаете, утешение, защиту, радость. Дьявол, дьявол превратил в ад. люди бегут в жуткую ад. И представляете, и каждый раз дьявол смеется Богу и говорит, ну как, Бог, удалось тебе? Ну я вам скажу, приходит новое время. Мы начнем мыслить по-другому. И нам это не будет, знаете, за уничижение быть в повиновении. Это не уничижение. Это сила. Сильный человек, только сильный человек может подчинить сам себя. Амин. Только сильный. Слабый человек, знаете, слабый человек, это человек раб. Рабская сущность. И написано в притчах, раб, говорит, даже когда и понимает, но он не может повиноваться. Он раб. Он ждет розгу. Но свободные, а написано, к свободе мы призваны, а свободные, им не нужна розга. Я понимаю, и я говорю, хорошо, я буду это делать добровольно. И поэтому, когда ты начинаешь так мыслить и понимать, что ты поставил рядом с этим человеком, чтобы ему помогать. Ну, я понимаю, может быть, скажешь, ой, Ольга, тебе легко говорить, у тебя вот такой муж, Алексей и прочее, прочее. Знаете, у каждого жизнь начиналась, мы начинали жизнь, мы были никто. Мы просто полюбили Господа и хотели ему служить. И поэтому однажды Бог мне и проговорил, сказал, дорогая, ты должна стать на свое место, занять место помощника, а не главнокомандующего. И как бы непонятно, знаете, ну как, у нас мышление такое, все, что если я все делаю, значит, я и командую. Так же у нас. Вот чем больше женщина на себя берет ответственность, тем она больше позволяет себе командовать. И ты должен говорить мужу, типа, ты вообще помалкиваешь, помни, кто все здесь делает. Это опять неправильное мышление. Но, когда мы начинаем мыслить себя как помощника, я уже как мыслю, я могу много сделать, и в то же время я отдаю честь тому, с кем я стою рядом. Знаете, я много вкладывала в воспитание своих детей. Я была рядом с ними. Я много молилась, они со мной молились. И знаете, ну и выросли, они пошли в школу. И вот по сей день, вот уже двое отучились, и второе, и последнее заканчивается, будет скоро заканчивать, через несколько лет. Я ни разу не была на родительском собрании. Вы представляете, ни разу я не была на родительском собрании. Удивительно. Я не люблю ходить, но я сделала все, чтобы мои дети были успешны. И я предоставляла возможность мужу и говорила, ты сходи, ты же глава. Славу принимает голова. Венок одевают на голову. И вот, пожалуйста, я как помощник помогла. Я делаю все, чтобы они учились хорошо, чтобы они были прилежными. А ты иди и прими Славу. И знаете, ему так нравилось, он всегда ходил в родительские собрания. Потому что, когда он приходил, а мы меняли много школ, и знаете, и вот приходили, потом уже переезжаем с этой и директор, такие девочки, такие девочки. А он сидит, знаете, как папаша, во-первых, редкость, что папаша приходит на родительское собрание, во-первых. А во-вторых, такая похвала, все. Он сидит, как вы их воспитали, как, просто такие дружбы, что ни скажи, они все сделают, никогда не откажут, никогда. И такие он приходит, счастливый, сможешь, коробку конфет приходит, довольный такой. Понимаете, это нормально, не обязательно мне ходить. Не, ну я не говорю, что это закон, но я просто поделилась, как у меня в жизни было. Вот так случалось. И вы знаете, один раз стоило ему пойти на родительское собрание, где похвалили его, когда я говорила, иди на родительское, он с удовольствием шел. Мужчины любят, когда их респектируют, представляете, сидит, и все, ва, такой папаша, да ты, смотри, крутой, ну приятно, согласитесь. Когда ты делаешь что-то, тебе приятно, а еще когда ты даже не делал, тебе говорят, что ты сделал. Вдвойне приятно. Вот мужчины, они сотворены принимать славу, венец одевают на голову. Но, но, в единстве есть сила. Славится ли один член, написано, это говорится о церкви Божьей, славится с ним все тело. Это не может быть, чтобы он прославлялся, а я бы была бы никто. Такого не бывает. Если даже такое есть мышление, это мышление амбиции. Понимаете? Почему мы говорим о том, что свободный человек, это тот, который свободен от амбиции. Хвалят. У меня было это? Я просто знаю, что я говорю. Когда хвалили Алексея, и вот Алексея, о, проповед, вот он то, он то, а я сижу, знаете, и вот этот вот непризнанный гений сидит в тебе, хвалят его, он стоит, хоть бы сказал, что вот мне жена поделилась откровением, хоть бы, ну просто сказал бы, да, ладно уж там не надо, по большому счету. И знаете, я переживала, это что такое амбиции. Кажется, когда умершие амбиции, хвалят его, ты сидишь и знаешь, что у тебя награда та же самая. Почему? Потому что ты, как верный помощник, сделал все для того, чтобы его служение, его жизнь была успешней. Но когда этого не понимаешь, амбиции вот здесь, сидишь весь раздираемый. Меня так доводили эти амбиции, что я уже вообще, думаю, в другой раз не пойду слушать, раздражает меня своими проповедями. И знаете, ну Бог сломил ее. Он сказал, успокойся, ты поставлена. И даже вы представляете, что у меня мысль такая была. Думаю, все, в следующий раз вот не поделюсь откровением его. Дома сидела с детьми, мелкие, и я так много читала Библию, и так любила Бога. И вот молюсь, читаю это, ах, зарение, такой, фарш, все. Ну естественно, всегда, если у тебя внутри тебя хочется поделиться, поделюсь, а он проповедует, и не скажет, что это мое откровение. Вы знаете, у меня уже амбиции так перекрывались, что я порой сижу сама себе и думаю, все, вот откровение получу, и больше не скажу, пусть, нечего проповедовать мои откровения. Вы знаете, мы иногда настолько смешны бываем, но это все временно, если мы позволяем Богу, Богу, поставить на самом деле нас на свое место, сказать, Бог, да надоели мне эти амбиции. Знаете, один раз я так его запила, сказала, да Бог, надоело, потому что у меня уже желание пропало в церковь, приходи, слушай, знаете, амбиции у тебя все больше, только позволь дьяволу, дай место ему, он тебе столько сделает, что мало не покажется. И когда Бог стал освобождать, мало-помалу, знаете, я стала понимать, что на самом деле быть помощником, это великая награда. И если я успешный помощник, знаете, у помощника двойная награда. Я когда это увидела, это что-то вообще, это потрясло мою жизнь. И как-то, знаете, вот это все, этот бред, эти амбиции, это все, они где-то стали в стороне оставаться. Я поняла, что Бог оценивает мою жизнь. Даже не столько, сколько оценит мой собственный муж, сколько оценят люди. Главное мне, чтобы Бог оценил меня, что я как помощник на правильном месте. И вы знаете, это же принцип помощника, он везде просматривается в Библии. У Ильи, Илья, был Елисей, помощник. И когда он ушел, он говорит, двойное помазание. И он получил двойное помазание. Когда мы на своем месте, когда мы понимаем, когда мы делаем те вещи, к чему Бог призвал, приходит награда в нашу жизнь. И то, о чем ты мечтаешь, о счастье в семье, о любви, о понимании, это придет как награда в твою жизнь. Я просто знаю. Я переживал это в своей жизни. И именно эти моменты, знаете, когда тебе хочется, чтобы тебя, ну, прислушиваясь тебе, хочется, чтобы там считался с тобой муж, там, а он, знаете, сам себе на уме. Это проклятие еще работало то. Не слушай. И всем, Адам завещал всем мужчинам, не слушайте больше свою жену. Но пришло время, когда, когда мы стоим правильно перед Богом. Бог, Бог становится ходатаем нашим, перед нашими собственными мужьями, до которых, ты говоришь, твердолобой, невозможно достучаться. Бог способен достучаться до его сердца. Бог способен сломать его рога. Бог способен изменить твоего мужа. Когда ты в правильном положении, что происходит? Бог видит твою верность. И однажды, как Бог заговорил с Авраамом, про Сару, однажды Бог скажет, «Эй, Айвор, слушай, что скажет жена твоя, Дзинтра». Представляете? Это же награда. Это на самом деле награда. Когда сам Бог начнет ходатайствовать за нас, нам не нужно доказывать. Нам нужно правильно стоять перед Ним. И когда мы знаем, что мы правильно движемся, и ты видишь, может быть, еще сеешь добро, а еще не пожинаешь, не расстраивайся. Пройдет немного времени. И ты увидишь жатву. И ты пошнешь. То, что мы сеем. Если, если, даже, в нашей жизни, знаете, много уже, что разрушено. Но, согласитесь, разрушение не приходит за один день. Мы тоже годы разрушали. Разрушали отношения, любовь. Уже, знаете, многие уже так научились разговаривать с другими. Как вот для них это как облавить друг друга, как благословить. А уже они не считают это за скандал. Это раньше было скандал. А у нас не скандал. Облавили, пошли. Все нормально. И еще и молятся, и славят Бога. Вот. Но, но, должно это закончиться. И ты потом где-то внутри у тебя поднимается, как разговаривает, а еще проповедует, а еще там что-то делает. Надо начать с себя. Начнем с себя. Начнем сеять добро. Начнем обуздывать сами свой язык. Начнем осознавать и понимать себя как помощника. И те, которые, я говорю, есть, у нас сейчас так много молодых пар. Я знаю, что проблемы все рождаются, когда женщины начинают выставлять требования. Вот и то, вот и то. Оставьте. В единстве есть сила. И ты, как женщина, как помощник, должна быть опорой для своего мужа. Потому что мужчина, он нуждается в человеке, в помощнике. И не надо, чтобы он на стороне искал какого-то себе помощника. Не надо, чтобы он искал себе собеседника на стороне. Будь помощником и в духе, и в душе, и в теле. Двигайся в одном духе. Помазание. Если даже, знаете, сейчас много еще каких проблем. Вот не так давно ко мне приходили, одни говорят, вы знаете, они приезжие, вы знаете, у нас такая проблема, не можем молиться вместе. Я понимаю, вы знаете, что это делает? Это дьявол, он разрушает эти вещи, чтобы не было совместной молитвы. Потому что в совместной молитве есть сила. То есть, что делает молитва? Молитва соединяет, сближает тех людей, кто молится, друг с другом, она сближает. Молитва соединяет нас к тому, кому мы молимся и за кого мы молимся. И это делает нас сильнее. И дьявол, естественно, атакует эти вещи. Как только в семьях заканчиваются совместные молитвы, начинаются проблемы. Амин. И они говорят, и мы не можем, говорит, молиться, я говорю, и в чем проблема? Ну вот, вот он начинает молиться как-то, и вы знаете, мне так смешно стало. Я помню, как у меня была такая же проблема. Мы привыкли выставлять требования. Ну ладно, в той области уже не требуем. Начинать вместе молиться. А я говорю, и тебе что, кажется, что он религиозно молится? Да. Я говорю, всем женщинам так кажется. Всем. Вот согласитесь, кто реально молился с мужем, да, и ты стоишь, и у тебя он что-то бурчит, а ты о-о-о-о, там прорываться, и чувствуешь, что у тебя такое раздражение внутри поднимается, он стоит как пень, и смотришь уже, и все, и тебе уже следующий раз, да пошел с ним молиться, ну часам помолюсь. И вот я как стала смяться, я говорю, да не думайте, это у многих проблема такая. Проблема в том, что мы привыкли, вот мы спасли, мы привели, мы отмолили, потом мы дальше учим, как дальше молиться, потом уже мы становимся как Бог. Начинаем судить, религиозно ты молишься или не религиозно. И вот, знаете, вот эти требования, они пролазят везде, в физическом мире и в духовном мире. Поэтому нам нужно оставить эти старые правила. Мы не требуем, мы не обязаны требовать, мы не должны требовать у своих мужей. Мы поставлены быть помощником. Помощник не требует от начальника, начальник требует от помощника. Но, когда мы в единстве, когда мы знаем Бога и любим Его, то, знаете, принцип у Иисуса такой, как хотите, чтобы с вами люди поступали, так вы поступайте. Это принцип семьи. Это принцип семьи. Говорить там о каких-то обязанностях, то, то, понятно, они существуют, но, знаете, в любви, в любви есть великая сила. Любовь, она не ищет своего. Поэтому, Слово Божие говорит, мужья любите своих жен. Тимофея там мы читаем и там пишется, говорит, что, Тимофей, учи молодых жен любить детей, любить мужей. Почему? Потому что, когда есть любовь, ты способен служить ближнему. Когда есть любовь к Богу, мы способны меняться. Дорогие, я понимаю, вы знаете, просто начать повиноваться человеку, который тебе уже иногда поперек горло стоит, под человеком это невозможно. Это возможно Богу. И это возможно только, когда мы знаем Его лично. Когда я лично встречаюсь с Ним, когда я молюсь Богу, когда я говорю Ему о своей любви, Бог начинает меня менять. Бог начинает показывать мои недостатки. Бог начинает показывать, где мне нужно измениться. И это не только в семье, это и в ячейках наших. Знаете, у нас же много сестер-лидеров. Много. И почему бывают часто проблемы в ячейках? Опять же, почему? Опять же, тот же самый дух. Кто-то не собирается подчиняться. Но Слово Божие говорит, вы, младшие, повинуйте старшим. То есть, этот принцип, это божественный принцип. Теократия. Иисус о себе говорит, и поэтому там написано, что он не считал это хищением быть равным Богу, но он уничижил себя, быв послушен до смерти и смерти крестной. И потому Бог превознес его имя. Знаете, мы будем обладать силой, когда мы примем в сердце решение повиноваться, быть послушным Богу. Осознать, я как помощник, я как женщина. Это не унижает меня быть помощником. это нормальное явление. И это так здорово, знаете, помощник, он помогает, но ответственность несет глава. И когда мы встаем на свое место помощника, что происходит? Во-первых, наша нервная система меняется, она исцеляется. Когда мы на себя взваливаем все, и ответственность еще, и за все отвечаем, мы расточаем себя, мы становимся нервными, мы не к этому призваны. Когда Бог творил мужчину и женщину, Он премудрый Бог, Он все устроил так, чтобы мы могли быть защищены, чтобы мы могли наслаждаться жизнью, чтобы мы могли иметь радость. Бог вложил нас в великий потенциал. Мы можем ночами не спать и днем бодрствовать. На это способны женщины, согласитесь. Мы можем часами молиться за кого-то, мы можем душу свою отдавать, это нормальное явление, мы на самом деле так могущественно можем быть использованы Богом, но единственная проблема это наши амбиции, это то, что должно умереть, это то, когда в тебе поднимается такой дух, знаешь, и за что я все время обязана, мысли как свободная, я ничем не обязана, это мой выбор. Вы знаете, простой прием, мы должны научиться разговаривать, проповедовать себе, это самая великая проповедь, которая делает нас сильными, знаете, когда у меня приходила усталость, и когда тоже хотелось на все плюнуть, я начинала себе проповедовать, я просто говорила, не, Ольга, все нормально, ты пройдешь, все будет хорошо, все, ну, эти вещи, это временно, все временно, ты выйдешь, ты поднимешься, ты будешь сильной, и знаете, когда начинаешь сам себе говорить, ты начинаешь в себя верить, потому что в жизни мы все получаем по вере, и плюс, мы должны научиться общаться с Богом, знаете, не формами запрограммированы, мы так научились, религия, это страшное чудовище, когда ты начинаешь, что бы у тебя на душе не было, а ты заученные молитвы уже, на языках, брань так же ведешь, и все, научись Богу открывать свое сердце, и ты будешь видеть потрясающий результат, депрессия наваливается, говори Богу, есть, когда у нас сила есть, и мы, депрессия давит, и мы, там, начинаешь воевать, а есть состояние, когда ты, ну, ничего не можешь, я вот, не так давно переживала такую ситуацию, еду домой, вы знаете, и так навалилась, вот, и усталость такая, и ничего не хочется, в этот момент ничего не хочется, ну, просто вот, и знаете, какие-то старые вещи всплывают, и боль какая-то старая всплывает, И так себя жалко становится, знаете, ну все вот просто лезет из нас. Это то, что останавливает наше движение. И знаете, я сидела, я просто попыталась как-то на языках молиться, не идет ничего, вот просто разбитый полностью. Я тогда заплакала перед Богом, просто плакать стала. Я говорю, Бог, ты видишь, какое у меня состояние, ты видишь, какой депрессия. Я говорю, я не хочу, я не хочу, чтобы старая выползала, я не хочу, чтобы старая отравляла мою настоящую жизнь. Я не хочу, чтобы эта старая жизнь уничтожила все настоящее, призвание. Это же, ну страшно, это остановка. Я не хочу, я просто как ребенок плакала перед Богом. Понимаете, мы не всегда сильные. Есть времена, когда мы очень слабые, очень. И опять же, наша амбиция, наша гордость, она что делает? Она говорит, ты не должен показаться никому слабым. Да не переживай. Когда ты даже в своей ячейке придешь и скажешь, ну такие вещи были, а Бог меня поднял. Или помолитесь за меня. Это то, что откроет других людей. Потому что мы все люди. Понимаете, когда ты супергерой, извини, если бы ты видел меня только как супергерой, сказал бы, ну куда мне достичь. Ну когда ты знаешь, что я гордец такой же, как и ты, только уже немножко освободилась, да? То и так и шанс появляется. Думаешь, а может и правда все изменится. А может мы чего-то достигнем. И знаете, я плакала перед Богом. И прошло, я так поплакала и еду дальше. Знаете, минуты две прошло. Минуты две. Потрясающе. Когда такие чудеса происходят, знаете, я просто говорю, Бог, ну ты на самом деле есть. Каждый раз познаю, что ты есть. Реальный. Когда вот, представьте, тебе жить не хотелось. И вдруг через две минуты. У меня пошли. Я стала на языках. Сами языки столетия. Я стала молиться. Я чувствую какая-то радость. Радость напоминает. Я чувствую, все ушло. Мне жить захотелось. Я сижу просто, стала кричать, радость. Говорит, Бог, ну как круто. Ты же слышишь, оказывается. Почему слово Божье говорит, что мы должны научиться открывать. Не всегда. Вот у меня депрессняк. Я буду. Вот пойду к мужу. Приду. А он меня не понимает. Сидит сам в своей депрессии. И все. Наша сила в Боге. Как помощника. Когда ты чувствуешь, что ты стоишь рядом с человеком, которому тебе хочется не помогать, а пендаль отдать. У тебя есть сила в Боге, чтобы он вновь поставил тебя на место. Что когда ты устаешь, потому что от усталости мы на самом деле разочаровываемся. Усталость это, знаете, открытые двери для того, чтобы дьявол поражал. Усталость, когда мы переутомляемся сильно. Знаете, и депрессия приходит в нашу жизнь. И отчаяния, и жить не хочется. Кто переживал такое? Когда и жить не хочется, и Латвию спасать не хочется. Вот именно. Поэтому иногда и приходим, и здесь пастор кричит, Латвия, ты сидишь, да пошла на вся Латвия. Я вот сижу здесь в депрессии своей. Поэтому важно, важно самой быть соединенным с Богом. И когда я соединена с Богом, знаете, кризис на самом деле духовный, я наблюдала в своей жизни. Он порождает что? Ты опять начинаешь выставлять требования. Тебе кажется, у тебя кризис внутри. Ты чувствуешь разрыв с Богом. И ты хочешь его откуда-то взять. Ты хочешь, ты требуешь мужа и говоришь, вот, недостаточно любви, того, сего. А он сейчас тебе хоть что сделает, тебя это не спасет. Тебе это ничего не даст, потому что это внутренние вещи. Когда Дух Святой приходит, где Бог приходит, и просто так обнимает, еще ничего не говорит, ты уже становишься другим. Согласитесь? Это как дети. Вот у меня дочь моя младшая придет, как мама, ты у проблемы, говорит, я ее обниму так. Она так сначала, а потом такая вся растает. Он говорит, ой, мама, вот ты знаешь, вот лучше, как ты обнимаешь, ты как исцеляешь меня. Да, потому что любовь, она исцеляет. Поэтому, когда мы чувствуем усталость, мы не можем быть нормальными, достойными помощниками для своих мужей, иди к нему. Когда он обнимет тебя, твой Отец Небесный, он даст тебе силу, он тебя ободрит, он оценит. Знаешь, что Бог ценит все, что мы делаем. Иногда нам кажется, что делаешь, делаешь, и никто спасибо тебе не скажет. Знай, есть тот, который пристально смотрит на тебя, пристально. И он оценивает. Каждый раз, когда ты переступаешь себя, когда хочется тебе ответить, как привычно, но ты наступая на себя, на свои амбиции, ты сламываешься и становишься победителем, знай, Бог убаится. Он говорит, дочь, ты молодец, я верю в тебя, я верю. Я знаю, я сотворил женщину, я вложил в тебя большой потенциал. Я знаю, что поднимется армия сильных женщин, святых женщин, любящих женщин, женщин, послушных Богу. И когда мы осмыслим себя, как помощников, вы знаете, проблемы будут уходить с нашей жизни. Я просто знаю, что после этого служения уже что-то будет меняться. Когда даже тебе захочется отвечать, ты будешь вспоминать, что ты помощник, ты не главнокомандующий, ты помощник. Ты поставлена, чтобы помогать, помогать состояться этому человеку, помочь спасти его, помочь заработать деньги, помочь. Быть помощником, вообще вдохновителем быть. Просто даже если он и не зарабатывает денег. А ты говоришь, что такое старое мышление? Это же, вот если пронаблюдаем, в любую область жизни, посмотри, детство, возьми, наше. Нас как воспитывали? Долбят, долбят, долбят. Ты дурак, ты дурак. И вы думаете, что родители, когда так говорили, они хотели, чтобы мы дураками были? Нет. Они же из-за любви это делали. Вы понимаете, что такое извращенное мышление? Почему Слово Божие говорит, мы должны обновиться духом ума. То есть мышление наше должно обновиться. Они-то рассчитывали, когда они говорили, что ты дурак, они рассчитывали, что у тебя что-то внутри поднимется, и ты возьмешь реванш и будешь доказывать, что ты не дурак. Но говорит человеку, свинья, 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 он хрюкать начинает. Понимаете? И вот эта старая модель, она и в нашей жизни присутствует. И вот ты говоришь ребенку негативно, только для того, чтобы он стал позитивным. Но знаете, евреи, евреи, они делают наоборот. Они своих детей по-другому воспитывают. Они говорят, ты умный, ты умный, умный он не умный, ты умный. И он на самом деле умным становится. Поэтому если ты хочешь, чтобы твой муж имел хорошую работу, чтобы он тебя любил, чтобы он зарабатывал хорошие деньги, ну даже если ты сама еще не зарабатываешь, ну хотя бы будь вдохновителем. Начни говорить, ты классный, ты такой мужик. Ух, такого нету на земле, как ты. Нам так хочется, чтобы нами восторгались. Ну начни восторгаться своим собственным мужем. И ты увидишь, как это будет строить, и он начнет себя чувствовать мужчиной. Ты можешь говорить, да нет, у тебя классно. Пошел, у него там с работы опять, знаешь, внутри, может, у тебя еще там внутри, ну, не хрищик какой. А скажи, ну, побеждай все это, знаете, не сразу все выходит. Скажи, ты молодец, ерунда, это значит не твоя работа. Для тебя есть лучшая работа. И вы знаете, это начнет строить. Потому что когда в нас верят, мы строим. Нас строят. Бог однажды уверовал в каждого из нас. И что вы думаете, каждый раз, когда мы согрешаем, когда мы приходим к Богу, плачем, каемся, опять сорвались, опять поругались, приходим, Господи, прости. А Бог знает, что ты завтра опять будешь ругаться. Но Он же прощает. Почему? Он верит. Он видит немного дальше, что все-таки тебе надоест ругаться. Все-таки тебе как-то захочется измениться. Потому что твое покаяние говорит о чем? Что все-таки тебе не нравится это. Поэтому точно так же в нашей семейной жизни давайте начнем делать то, к чему Бог призвал нас. Начни строить своего мужа. Начни восхищаться им. Ты, может, давно, сто лет не говорила, какой он красивый. Да я понимаю, когда, знаете, уже там все внутри, смотришь, ничего красивого не видишь. Но ты начни говорить, потому что в исповедании есть сила. Начни говорить. И как только скажешь, увидишь, смотришь и правду свою. Красивый. А я вот и думаю, что другие им восторгаются. А я не восторгаюсь. Начни восторгаться своим мужем. Да он просто тебя на руках будет носить. И естественно, если, знаете, еще такой практический совет. Если уже такие отношения не очень, а ты начнешь восторгаться, а он тебе скажет, что? Ну, придешь сейчас, такая вдохновенная, скажешь, я люблю тебя, он скажет, приветом, что ли? И знаете, что этот дьявол делает? И что сразу? Амбиции поднимаются. Женские амбиции такие. И я шаг сделала к нему, а он мне крутит. Ты что, парень, перепутал? Да я же переступила себя. Да ты понимаешь, что ты сделал? Когда ты так сказал. Нет. Если ты выбираешь этот путь, иди. Он покрутил, а ты скажи, не крути. Я на самом деле люблю тебя. Даже если ты и крутишь. И знаете, любовь, она побеждает. Мы должны начать Евангелие, это Слово Божие, применять в жизни нашей. Не просто только мечтать, что вот как-то изменяй. Господи, измени моего мужа. А Господь говорит, ну видишь ли, я же за тебя не приду, не начну обнимать твоего мужа. Понимаешь? Вот и вся проблема. У нас с тобой проблема в том, что просто я с удовольствием буду менять. Вот ты давай начни его обнимать, а я его начну менять. Очень все просто, согласитесь. Все, что от нас Бог требует, Он не требует с нас ни огонь с неба сводить, или какие-то вещи сверхъестественные делать там, что-то, чего мы не можем. Мы же можем просто прийти, обнять и поцеловать. Можем. Мы можем говорить хорошее слово. Можем. Мы можем наступать на свои амбиции. Можем. И когда даже иногда нам невозможно, проси, Бог даст тебе силу. Амин. Когда мы мыслим, что мы, женщины, сотворены Богом. Это не я говорю, что мы должны быть помощниками. Это Бог нас сотворил быть помощником. Соответственным, равным помогать этому человеку состояться. И когда состоится твой ближний, состоишься ты. Слава мужу, слава жены. Если женщина много добра посела в своем муже, я знаю, что такая женщина будет пожинать награду. Амин. Я верю, что мы изменимся, женщины. Новое поколение, это будут особенные женщины. Те, когда мир будет удивляться, ты свободный. Говорят, что ты не отвечаешь на зло? А чего мне? Я же не к злу призвана. Мы призваны к добру. Поэтому зачем мне на зло? Ну даже психанул муж. А ты сделал вид, что ты не заметил. Знаете, что такое мудрость? Можно циклиться. Не позволяйте дьяволу зацикливать. Годы у нас циклил на негативном. Обида. Годами мы ее помним. Идеал ее начинает прокручивать. О, цветы не дарит. О, и волна у тебя депрессивная накатилась. Цветы не дарит. Я, знаете, поделюсь вам искренне. Еду летом домой. И, знаете, и волна такая, она говорит, и что такое, знаете, солнце садится, закаток, денек такой хороший. И так мысль такая мелькнула. Нужно бодрствовать всегда над тем, что приходит в нашу жизнь. И, знаете, мысль такая. И такое само сожаление. Вот, вот цветы не подарит. Еще, знаете, тебе дело начало. А еще учат дарить цветы, там то, то оказывать. Ну, я так сижу, как бы не реагировала сначала. И такое, знаете, и чувствую, такое чувство подкрадываться стало. Аж слезы так выкатываться стало. Так мне себя стало жалко. Думаю, боже мой, правда. Вот взял бы просто и подарил. Нет, вот на день рождения только. А взял бы просто подарил. И, знаете, и еду так, думала, думаю, спасибо Богу, что он меняет нас. И, знаете, такая здравая мысль. Ты что здесь вздумала? Я подумала, и правда. Ну, а что я? Что я должен? Я же достойный человек, достойный. Ну, что я должна ходить и ждать, когда мне подарят? Я могу сама себе подарить. А главное, те, которые мне нравятся. И, знаете, тем более мы так устроены. Ведь нам же угодить очень сложно. Согласитесь? Вот сейчас тебе придет муж. Притащит такую корзину с цветами. Ты сразу вычисляешь, сколько она стоит. И где-то внутри, ну, если ты помудрее промолчишь, она такая, ну, дурак. Да лучше бы мне эти деньги дал. Притащил эти цветы. Согласитесь? Нам угодить, он принесет маленький букет. Скажет, ну, где он этот задрипанный, ясно, экономил на мне. Если честным быть, нам трудно угодить. Однажды мне муж подарил такую большую корзину. Знаете? И он такой, довольный. Я так смотрю, а мне не нравятся такие большие корзины. И он такой, я так где-то, ну, я вид. Я говорю, о, какая красивая, как круто. Какая корзина. А сама мысль, так я думаю, вот на похороны точно ее только. Ну, я этого не сказала, естественно. Но мысль у меня конкретно промелькнула. Знаете? А здесь я еду и думаю, а что я не могу себе цветы подарить? И я, знаете, тормознула. И я купила, во-первых, я купила те, которые мне нравятся, и подешевле. Ну, просто все угодило себе. И, знаете, я взяла эти цветы и еду, довольная. И стала славить Господу. Ну, какие. И еду, посмотрю, какие красивые. И так дешево. Но самое интересное дальше. Я прихожу домой, и мы так совпало вместе приезжаем. И я захожу, и у девчонки мы сразу. О, мама, кто тебе цветы подарил? А я говорю, папа. А он так смотрит. Нет, я тебе что-то не дарил. Они говорят, мам, кто тебе подарил? Я говорю, папа подарился. Красивый, да? А они, да. Папа так, м-м-м, молчком. И ушел. На следующий день приезжает. И, знаете, такой, побольше, потому что, ну, мужчины, они глобально мыслятся, он побольше уже. Ну, небольшую корзину. Такую. И тех, которые я люблю, цветы. И плюс еще коробку конфет. И такой приезжает и подарил. Если тебе муж не дарит, помоги ему подарить. Вы понимаете, в чем суть-то? Намекни. Ты начнешь говорить, вот мне не даришь цветы. Что произойдет? Он пойдет на следующий день, купит цветы. Принесет. Скажешь, а, даришь, потому что я тебе сказала. Ну, ведь так мы устроены. И опять не то. И тогда он... Ну, представляете, как мы глупо выставляем мужчин в каком, а не дурном положении. Вот представь себя на этом месте. Вот тебе, что не принеси, все не так, как надо. А, ну, ясно. Вот если бы, а если бы, вот, вот сказала, поэтому ты и подарил. Но сделай так, незаметно. Он уже так обрадовался, пошел. А на следующий день взял реванш. Ты как помощник, помоги. Даже где-то он не понимает. Оставь старую модель программирования. Программисты. Нам нужно менять профессию на помощников. Запрограммировали. И вдруг муж приходит, и программа срывается. Показывают монитор. Нет, нет, нету ничего. Не срабатывает. Файлы не открываются. И что происходит? Ты сидишь, злеешься уже. У тебя уже программа, что он вот так. У тебя, знаешь, прилив чувств такой пришел. Дома. Ты, о, сейчас придет. И тебе кажется, что он с такими же чувствами придет. А он как назло. Приходит совсем никакой. Такой заходит. Еще и не поздоровался. А у тебя программа уже была. У тебя, если прилив чувств, то у него вдвойне должно было быть. Ну так, запрограммировал ты. Что он должен прийти. О, тебя обнять и ты. Да, все. А программа сорвалась. Поэтому, я говорю, оставим профессию программистов. Будем помощниками. И от этого, когда мы на своем месте, как Бог нас сотворил, мы будем переживать наслаждение. Амин. Проще. Нам нужно научиться смотреть попроще на жизнь. Если тебе не дали, сама себе подари. Если ты застойная женщина. Что ты не имеешь права, что ли? Что тебе выжидать чего-то? Нормально. Зато приятно. И все видят, что ты с цветами. Кто будет спрашивать, кто тебе подарил? Достойно себя чувствуешь. Научись смотреть на вещи проще. Научись. Мы живем на этой земле, чтобы исполнить волю Божью. И когда мы проявляем послушание, вы понимаете, немножко, кратковременные страдания, когда ты наступаешь на свои амбиции. Да, ты болезненна. Неприятно. Когда тебе замечания делают неприятно. Все неприятно. Но, когда все-таки мы ломаемся, что-то нам приятно. Мы живем уже, знаете, у нас проблем меньше становится. Ты можешь любить. Ты смотришь на человека уже по-другому. Ты относишься. У тебя сострадание больше. Понимание больше. У тебя требования уже где-то там остались позади. Ты начинаешь больше требовать от себя. Почему? Когда мы встаем на свое место, то что происходит? Мы становимся самокритичны. А когда я самокритична, я менее критична к людям. Это закон. Пока мы сами не меняемся, мы будем менять вокруг себя всех. Как только ты начинаешь меняться сам, ты на всех смотришь уже и думаешь, ой, у него проблемы, да у него еще не те проблемы. Ой, как хорошо, что никто не знает, какой я до конца. Ой, это все у всех, все маленькие проблемы. Моя проблема ужасная. То есть мой характер, мои амбиции. Когда мы работаем над собой, мы менее критичны. И так Бог говорит, жены, займите свое место. Стань на свое место. У тебя уйдут много-много проблем. То, что тебя годы мучило, терзало, ты будешь удивляться. И потом скажешь, Господи, а что же ты мне раньше не сказал? Что жизнь-то по-другому устроена. Что можно было меньше дров ломать. Знаете, у меня были такие моменты, когда Бог мне подсказывал вовремя там рот свой закрыть. Или еще я потом смотрел, думаю, Господи, где ты раньше был? А Господь говорит, да ты где-то раньше, у тебя уши закрыты были. Не хотела слушать, что я тебе говорю. Знаете, ну приходит время, когда мы начинаем способны. Даже когда мы уже смеемся над собой, это говорится о том, что мы способны уже слушать. Я вот уже не вижу таких лиц. Раньше помню, знаете, есть, когда человек не слушает, он такой сидит, и ты ему говоришь, повиноваться надо. Сиди такой, готов на тебя наброситься. Но я не вижу ни одного такого лица. Я вижу, что все уже смеются и понимают, о чем идет речь. Значит, мы на хорошем пути. Значит, мы изменимся. Значит, наши семьи изменятся. Мы займем свое место. А мы, давайте встанем, служение наше к концу приходит, и просто будем молиться, и пусть это слово, оно растворится верою, и в сердце своем, в сердце своем. Вы знаете, все в жизни начинает работать, когда мы принимаем решение в сердце. Когда просто в сердце, вот как бы тебе не нравилось это, или как-то тебе больно, может быть, или еще что-то. Но перед Богом реши сказать, Бог, я принимаю твое слово как истинно. Я хочу, чтобы твое слово стало моей плоти. Я хочу встать на место в своей семье. Я хочу, чтобы твой божественный порядок, поймите, когда мы занимаем свое место, таким образом мы позволяем мужу занять свое место. Потому что на одном стуле два человека не могут сеять. У каждого есть свое место, свой стул за столом. И поэтому Бог говорит, каждый садись на свое кресло, и будешь видеть благословение. И тогда драк не будет. Каждый сел на свое место, и все, и доволен. А когда, знаете, каждый на один стул двое садятся, так они и толкают всю жизнь друг друга. И говорят, да пошел ты, а тот говорит, пошел ты. Поэтому мы каждый займем свое место. Жены как помощники. И от этого мы будем иметь награду и благословение. Аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя за Твою великую любовь. Мы благодарим, что Твоя премудрость так велика, что Твоя истина поистине делает нас свободными, что закончится всякое проклятие в наших семьях. Я благодарю Тебя, что Ты разрушишь всякое неправильное мышление в нашей жизни. Я благодарю Тебя за каждую сестру на этом месте. Я прошу Тебя, благослови те, которые имеют мужей. Бог, пусть придет Твой порядок в каждую семью. Я прошу Тебя, благослови тех женщин, которые не имеют мужей. Я прошу Тебя, благослови и дай им мужей. Пусть это благословение придет в их жизнь. Бог, подними эти сильные церкви, новые семьи, которые могут двигаться в Духе Твоем, ходить в послушание. Я прошу Тебя, сокруши всякую гордость, всякий бунт в нашей жизни. Мы принимаем сейчас решение во имя Иисуса Христа быть послушными Тебе, быть послушными Слову Твоему. И я прошу Тебя, каждая сестра моя, которая приняла это решение в своем сердце, Бог, помазывай силой. Прямо сейчас помазывай силой, помазывай мудростью. Пусть дьявол будет посрамлен в наших судьбах. Бог, у Того, у Кого есть боль и горечь, я прошу Тебя, пусть придет восстановление и исцеление. Пусть все прошлое останется позади. Забывая заднее, мы хотим простираться вперед. Во имя Иисуса Христа пусть наша память будет исцелена, чтобы дьявол не мог останавливать нас. Я прошу Тебя, Отец, во имя Иисуса, пусть всякий дух самооплакивания, самосожаления, он будет разрушен. Прямо сейчас, дьявол, упирайся вон! Во ща чая! Я беру власть над Тобою, и я говорю, Ты не будешь останавливать, Ты не будешь госпасовать в нашей жизни. Всякий дух непрощения да будет разрушен. Бог, я прошу Тебя, излей свою божественную любовь в наши сердца. Обнови чувства. Если уже давно не было теплоты в сердце друг к другу, я прошу Тебя, Бог, восстанови. Ты есть источник любви, Ты Бог-любовь. И поэтому я прошу, пусть это помазание любви прольется в наши сердца. Пусть прет нежность, теплота, любовь. Забери каменные сердца и вложи плотяное, способное любить. Я прошу Тебя, Отец, благослови, благослови каждую сестру, и та, которая уже стоит на этом пути. И, может быть, кто-то ослабевает, ломается. Я прошу Тебя, дай сверхъестественную силу. Дай сверхъестественную силу для того, чтобы победить и принести плод в своей семье. Я прошу Тебя, благослови, благослови. Подними сильных женщин, мудрых женщин, любящих женщин, знающих Тебя. Бог, увеличивай нашу церковь. Пусть наши ячейки, они умножаются. Пусть это придет глубокий дух посвящения и служения Тебе. Мы хотим принести плод. Мы хотим видеть в жизни наше счастье. Мы хотим, чтобы наши семьи были счастливыми. Мы хотим, чтобы исцеление пришло в нашу жизнь. Я прошу прямо сейчас, прикоснись каждому сердцу, которое было изранено. Прикоснись своим исцеляющим помазанием. Дух Святой, прикоснись, прикоснись. То, что дьявол разрушил, пусть придет восстановление во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, мы благодарим Тебя, что Твое Слово, оно не возвращается тщетным, но делает то, для чего оно послано. Во имя Иисуса Христа. Я говорю благословение в каждую жизнь. Восстановление, жизнь с избытком, радость, дух победы, дух реванша. Во имя Иисуса Христа. Халлилюя, халлилюя. Мы поклоняемся Тебе, великий всемогущий Господь. Спасибо Тебе за этот день. Спасибо Тебе за жизнь, которую Ты подарил. Спасибо Тебе за исцеление, за Твое присутствие, за то, что Ты меняешь наше мышление. Спасибо Тебе, что Ты освобождаешь нас от старого и открываешь нам новые вещи. Мы благодарим Тебя за Твое долготерпение в нашей жизни, за Твою великую милость, за Твою великую любовь. Спасибо Тебе, Господь. Мы поклоняемся от всего сердца. Во имя Иисуса. И весь народ Божий скажет Аминь. Подари Богу великую славу. Халлилюя. Халлилюя. Может быть, давайте споем песню. Поклонимся Господу. Есть кто-то? Проходите. Беги микрофон. Знаете, Бог, Он остается всегда верным. И то, что Он говорил, то, что Он обещал, Он совершит. Аминь. От нас зависит, чтобы мы сделали то, что мы должны сделать. И пусть это утвердится в нашей жизни. Когда тебе захочется сойти с этого пути, исповедуй, что Бог совершит. Что Бог утомленному дает силу. И изнемогшему дарует крепость. Все утомляются, знай. Но открывай перед Богом. И Бог сверхъестественно будет помогать тебе. Сверхъестественно дарует тебе силу. Сверхъестественно дарует тебе победу. И ты будешь самой счастливой женщиной. Халилюя. Халилюя. Слава тебе, Иисус. Халилюя. Слава тебе, Иисус. Слава тебе, Иисус. Слава тебе, Иисус. Слава тебе, Иисус. О, Иисус. Слава тебе, Иисус. Слава тебе, Иисус. Ты восстанавливающий, Ты поднимающий нас из тления, Ты делающий наши ноги сильными. Мы благодарим Тебя, мы благодарим Тебя. Слава тебе, Иисус. В этой еврейской песне. Ты подарил мне радость, Ты подарил мне мир, Своей святою кровью Мои грехи омыл. Ты подарил мне счастье, Мои грехи омыл. Иисус. Слава тебе, 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 Иисус. Ты подарил мне счастье, Ты подарил мне мир, Своей святою кровью мои грехи омыл. Ты подарил мне счастье, Ты подарил мне мир, Своей святою кровью мои грехи омыл. Слава Тебе! Слава Тебе! Слава Тебе, Иисус! Слава Тебе! Слава Тебе, Иисус! Слава Тебе! Слава Тебе, Иисус! Бог сказал, и Он совершит, Какое бы у тебя не было положение сейчас, исповедуй! Бог сказал, когда я встану на свое место в тене, Он восстановит свой порядок, исповедуй это! Бог сказал, и Он восстановит свой порядок, исповедуй это! Бог сказал, и Он восстановит свой порядок, исповедуй это! Бог сказал, и Он восстановит свой порядок, исповедуй это! Ты обещал, ты обещал, все будет так, как ты сказал, и мы получим все, что ты нам обещал. Как ты сказал, все будет так, как ты сказал, и мы получим все, что ты нам обещал. Как ты сказал, аллилуйя, ты все получишь, мы благодать тебя, Господь, и мы получим все, что ты нам обещал. Все будет так, как ты сказал И получишь все, что ты нам обещал Ты обещал, ты обещал Халлилюя! Благодарим тебя, Господь Мы благодарим тебя, что мы получим Мы получим из той твердой Всякое поведание имеет великую силу И когда ослабевают твои руки Ослабевают твои ноги Знай, Бог остается верным Не позволяй амбициям уничтожить тебя Плачь и скажи, Бог, уничтожай Как бы мне не было больно Уничтожь мои амбиции Я хочу быть женщиной Божьей Человеком веры, сильной женщиной Которая способна побеждать в своей жизни Мелочи жизни Амэн! Будьте благословенны! Благословение! Любви Божьей! Халлилюя! Итак, с миром Божьим Давайте все, что мы получили Держи это Я думаю, это начало Мы будем иметь эти служения И наши жизни будут меняться Семьи будут восстанавливаться Мы будем исцеляться Бог будет творить великие чудеса Он очень серьезно Имеют женщину в виду Амэн! Благословение! Давайте подарим большие аплодисменты еще раз Спасибо большое! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!